В общем, мы сейчас по дороге на Ниагару, как раз до этого я не записывала, и мы въехали просто в жилой район и вплотную просто приехали к озеру Онтарио. Это Онтарио Лейк же, правильно? Ой, запах такой морской вообще. Ой, какая прелесть. Я надеюсь, это не правит Костя здесь. Здесь у кого-то идет свадьба. Ой, а вон там сейчас видно, свадьба идет у людей. Мы как всегда едем и попадаем на свадьбы. Габочка, ты где? А хоть и Габочка наша гуляет немножко протрястись косточками во время дороги. Какая прелесть, шум прибоя. Так, надо смотреть за Габе, чтобы она тут не ускочила. Да, га-га, уточки здесь. Уточки га-га. Вау. Вау. Какой свежий воздух. Ой, прелесть какая. Боже мой. Озеро как море. Озеро такое, прелесть. В общем, я такая довольна, что мы вот так вот вышли и дышим воздухом. Нет конца и края, только горизонт. Ниточка горизонта. И там на горизонте видно. А что это, Костя? Это там какая-то сторона иду? Костя. Костя, стрель за ней. Непонятно, не видно. Это, Костя, там Америка? Там. Там свадьба. Ой, такая прекрасная. Такой прекрасный, видимо, там вид. Уточки пасутся. И качелька висит. Идем, Габриэль. Идем поближе, посмотрим. Какашки на нашей машине. Стоим. Едем. Едем, стоим. А почему там все стоит? Стоим, 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 стоим. Мы добираемся уже почти три часа до места, до которого ехать. Час пятьдесят. Мы уже проехали через Гримсбель. Кстати, Марина, привет. Посмотрела твой город. Мне очень понравилось. Кстати, у нас очень долго работала музыка. Мне очень понравился город, в котором мы купили дом. Очень красивый. Он, конечно, маленький такой, деревенский. Но он такой вот американский. Ну вот, это то, что называется за городом. Жизнь за городом. Очень красиво. Красивые дома. Нам очень понравилось. В общем, сегодня пробки. Так как у нас лонг уикенд, получается, завтра выходной. Завтра Civic Day. Все стоит. Видимо, люди все едут на Ниагару. Я не знаю, или с Ниагары, куда они едут. В общем, все просто стоит. Мы едем уже по объездной дороге, которая не быстрая. Все равно даже здесь стоит, потому что все такие умники, как мы, поехали по объездной дороге. Да, Костя? Да. В общем, короче, одним словом. Умных евреев здесь тоже хватает. Умных евреев хватает. Подъезжать пробки по другой дороге. В общем, одним словом, мы едем. Едем, едем. Но нам нравится. Мы путешествуем, мы смотрим. Правда, уже немножко голодные, но мы продолжаем ехать. Немножко-множко. Немножко-множко. Кто немножко, кто множко. Мы добрались. Время 4 часа. Надо будет, походу, ехать сюда еще один раз. Вот там такой забор. Я не знаю, насколько видно. Я думаю, что не видно. Аточеные. Еще много, кстати, французской речи вокруг. Они закрываются уже через час и несколько минут. Посмотрим, что мы успеем увидеть. И, возможно, придется нам еще раз сюда как-то ехать. Да, собачка. Это тикет, коин, да. Которые нам дали вместо билетика. Дают вот такие. Покажи. Ой. Тикеты. 2 для меня и мама. И папа и Габи. 1 для меня, 1 для мамы, 1 для Габи и 1 для папы. Окей. Где это входить? Там где-то. Вот здесь такая стена. Ограждение. Прям как в фильмах, да, это английский флаг. Да, это Ингланд. Грейт Бриттен. Да, солдату. Не, это же, это окей, не волнуйся. Хочешь сфотографироваться с ним? Нет. Габи, мы едем туда, внутрь. И Доша, ты не хочешь дать? Ты боишься? Ты как пушки настоящие. Привет. Привет. Впорт Геордж, я возьму твои срелинги. Спасибо. Спасибо. Я собираюсь вам подъемки, как я с местом. Да. Мы об этом. Есть график для вас, что есть. Есть лето из истории про 1812 и про Портое Геордж. Я не хочу оставить много лет, потому что у нас есть в прошлом. Это что происходит там, где-то находится. Вот здесь. Спасибо. Спасибо. Давайте. Повторим. Большое. Нет. Нет, что ты не скрытит, хотя бы. Да, сейчас будет демонстриция, вот люди уже сидят, надо быстро идти. Видишь, еще какие эти пушки. Как называется еще раз пушки на английском? Это я для людей, которые смотрят это видео, Идоша. Кеннон, чтобы люди вы знали, что... Кеннон это пушки на английском. Еще одно слово, мой словарный запас. Кеннон, может, у моего ютуба сюда. Все, мы пришли с опозданием, уже здесь началось представление. Так, садимся впереди. Так, что-то здесь такое. Чего, сюда сядем. Ланяйся, садись. Садиться на картриде. Крым. 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 Продолжение следует... Вау, сейчас еще раз будет. Смотри. Представляешь, как он этим стреляет? Продолжение следует... 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 дома так давайте посмотрим что в этой книжке есть тут покупали оружие наверное оружие на заказ запашок здесь везде древесины такой тоже не упирайся на стекло пожалуйста здесь какие-то как открывашки для пушек как-то прочищать такой целый городок колодец наверное был то есть наверное это прям военное такое это тут наверно не на посту стояли какой-то маленькая погреб какой-то ага это да это паудер 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 порох ага это порох да наверное так винодельня ой воняет даже порохом это вот этим насыпали порох ну наверно вот этими штуками измеряли сколько здесь чего нужно было порох здесь они наверное сидели на лавочках и затачивали себе эти ружья вот это все порох форт видишь эф-джи это форт джордж а элджи это что такое а это левые типа это левые так все выходим на выход потому что место маленькое и узкое и и здесь наверное на страже стоял кто охранял это место теперь сюда заходим это выйдете это как оградительная стена такая как до кинг-конга здесь снимали фильм кинг-конг и все и здесь мы заходим под эту стену сейчас ой как красиво вот камера не передает этого но здесь намного темнее чем на камере а вот так красиво сделано сверху деревянный потолок мы идем между двумя каменными стенами а мы уже вышли видишь вон там уже выход да он и даун никто не любит сынок быть он и даун но ты видишь дедушечка здесь все люди ходят it's ok и все сейчас мы поднимаемся наверх а у нас мы не можем подняться наверх коляска надо оставлять коляску вытаскивать габи я не знаю вообще куда это выходит мы ходим сейчас по каким-то ступенькам наверх это как балкон только лишь балкончик идем наверх там наверно какая-то вышка а нет все мы пришли уже просто вышка пришли на вышку это был выход на вышку смотреть изучать откуда идут враги с леса и сразу стрелять на них видишь такие маленькие дырочки чтобы из них стрелять сразу видно отсюда всю эту деревушку маленькую весь этот форт это оградительное такое и да не закрываем оградительное сооружение с него все видно Костя где габрии вот класс Ингланд имеет этот граунд Америка хотела иметь этот граунд поэтому она воевала с Канадой но Канада принадлежит Англии поэтому они воевали против Англии получается они пределы Америки воевали здесь не но я сейчас другое объясняю Косте по-другому вот и в тех порах украинцев не успел они просто сказали им это не выгодно что они не смогут делать фрэнш свой фрэнш 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 шефс вау и вау это такой способный логик а у меня вы вы желаю вы вы вау лейдь 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 Они как-то странные панкейки. Это рецептическое время. Это первый раз, когда я их сделала. Они довольно вкусные. Они как-то странные. Что в них? Яблоки, лук, немного сахара. Попробуй, Душа. Костя, подойди с ним под куда-то. Везде я с ним подхожу. Дай ему. Спасибо. Просто возьмите их. Крекеры? Как вкусно? Как вкусно? Как вкусно? Крекер? Спасибо. Или на печенье? Или на панкейк? На панкейк. Они как-то вкусные панкейки. Ну, в самом деле, их готовить немного времени. Потому что вы должны иметь пайпинг-баг, чтобы вы их положите. Это как панкейк. Это пухоли? Да. Капел? Да. Смотрите. Я просто не знаю. Мнеsstого, это было не заставлено. Я не знаю, чтоren. Он не забыл. Только руками. Я делал это. Это очень-厚 Milton. Он fora. Ставлено. Архит. Они неслим. Спасибо. Спасибо. Что здесь? Синер офисер бедрум. Синер офисер бедрум. Да, и написали, и там смотрели. Вот. Кровать. Это было более желтым. Мне нравится это кресло. Но я люблю это кресло. Повторяйте себя вверх. Я не знаю. Вау, вау. Посмотрите. Ну, на руки. Красиво. Красиво. Костя, а почему ты? Ты тоже боишься? Нет. Стридоша, видишь, это такие посуды настоящие были. Видишь, отсюда кушали, наверное, такие разные блюда. Рыб. Красиво. Красиво. Как в кино. Все эти шарики в таком виде. Вау, вау. Вау, вау. Вау, вау. Вау, вау. Вау, вау. Вау, вау. 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 Ой, а что папа здесь делает? А, это по кругу можно так пройти, вот как это. Это не дайнинг, это, я так понимаю, что это не дайнинг, а это, наверное, как митинг-рум там. Это офицерское, потому что здесь дюнинг офицер. Вау, красиво как. Настоящие, это настоящие душа сабли. I know. Сорс, как они называются на английском? Сорс. Костя желает, но не надо пальцами-то трогать. А, это что здесь? Это джаз в бедрум. У нас тоже такие делают. Ты знаешь, что я могу себе сделать лейди фингерс? Дамские пальчики, это есть такие печеньки. Можно делать, по-моему, из слоеного теста. Баба Валя знает делать, она будет тебе делать. Да, баба Валя будет тебе делать лейди фингерс. А, вот это мы зашли с этой двери, и мы обошли по кругу. А, можно было с этой. То есть это такое, как П-образное здание, и можно с двух сторон заходить и насквозь проходить. Классно. Класс. Это барак. Здесь бараки. Вот как это выглядит изнутри. Барак. Четыре солдата. По четыре солдата. Сколько в таком бараке солдатов? Ну, то есть там два этажа, а там тоже, наверное, спали. Здесь же они кушали. Видишь, это же они здесь кушали. Здесь их не стол. Здесь вот они солдаты, сразу для красоты. Здесь они грели кушать. Вот это все их не... Они чистили ботинки этими щетками. Вот такие носки носили. Вот такой рюкзак у них был одетый с одеялом. Они могли укрыться, если им было холодно. Тут была их не еда и все вещи. Тут они кушали. Их не все китились, висели. Покушали и спать. Вот это барак. Ну, ничем, мне кажется, не отличается от сегодняшнего. Так, а здесь какой-то переход в другую комнату. Лодка здесь. А здесь сразу военная стоит. А, это бараки соединенные, да, такие, получается. Там спали, здесь. А здесь у них типа был, наверное, тоже встречи какие-то. А вот картинки какие-то горят. Здесь фотографии. Даша, ты видел фотографии? Лейк-Онтерио! Лейк-Онтерио! Да, мы сегодня были там, как раз останавливались. На Лейк-Онтерио. Лейк-Хурон. Вот это самые вот пять больших лейкс. Лейк-Мичиган, Лейк-Хурон, Лейк-Эри, Лейк-Онтерио. Сан-Лоран-Ривер, который в Монреале. Вот он, Монреаль. Сан-Лоран-Ривер. И Лейк-Супериор, я не сказала. Супериор. Супериор, Мичиган, Эри, Хурон и Онтарио. Это пять больших лейков Канады. И они все находятся в Онтарио. Ну, то есть в окружности Онтарио. Кстати, у Кости на работе есть комната для заседаний. И они, каждая комната называется одним из этих лейков. Интересно очень. Так что еще и узнаете про пять больших лейков Озер Канады. Ну, безусловно, есть дополнительные. Ну, вот это такие крупные. Ух ты. Габи, Габи, не тряси. Вдруг начнет стрелять. А ну, как Габи стреляет? Еще раз покажи Габи. Габи. Габи, Габи, я хочу показать вам, как это работает. Я эксперта, как Канады работают. Ну, давай, покажи нам. Вы положите бомбы в здесь. Вы положите их в, чтобы они не выстрелят. Чтобы они не выстрелят. И некоторые учатся, что они не выстрелят. Это важно. Итак, это трудно, потому что вы действительно довели и не знаете, что вы будете это делать. Итак, тогда вы увидите бомбы. И вот здесь, когда вы видите небольшую лепку, что подключает к ним. Видят, вот это маленький хол. Вы приезжаете с маленьким холом? Да. Вы приезжаете с маленьким холом, чтобы показать эти лепку. У каждого холова ведает к бомбе. И все остановится. И все остановится. С это лишь остановится, и... Шут! Нет, это как маленькие партиклы на огне. Начинают снижать бомбы. Окей. И для некоторых случаях это просто огня. Как бомба. Это просто огня. Окей. Эдоша, мы поняли. Спасибо за инструкцию. Вон, показана тебе инструкция, как надо стрелять. Они будут все разные пушки. Для четырех разных целей. А, для четырех разных целей. Да. Далеко, близко, ближе и супер близко. Да, если сдалека, какой пушкой нужно стрелять? Куда они попадали потом. Да, вот целая, да. Вот они все попадают в одну точку с разного расстояния. Смотря где ты находишься, такую пушку ты используешь. Насколько близко от врага. Да, вот такая. Вот они сами бомбы. Набитые порохом. А это порох, наверное. Ну, это типа, наверное, песок. Мы уже поняли, сыночек. А вот эти пушечки все здесь и нарисованы. Вот они эти, которые с короткого расстояния, да. Вот они с короткого расстояния. И вот две, которые. Да, интересно, очень интересно. Да, Габи вот так, Габи тоже стреляет. Вот так. Все. Постреляла. Пошли. Ну, в Израиле, она может. А, даже в Америке и в Кенаде тоже она может. Ну, ты никогда не знаешь. Костя, что-то там коляску ставят. Ладно, папа идет, заберет коляску, мы не идем туда. Габи может идти в Израиле, в Кенаде, и в США. Габи может идти в Израиле, в Кенаде, и в США. Габи может идти в мои инструкции, как вы собираетесь. И Габи эксперт играть нам на нервах, да? Не, неправда, она очень много слов уже говорит, Эдошечка. Это неправда, ты должен саппорт ее, сестер. И шут ту саппорт. Я учусь ей, скажу, стар, баби, Джейк. Да, стар, она говорит стар. Она пытается говорить еще трак, но у нее получается почему-то... Фак. Фак. Габи. Габи, куда ты пошла? Вот такой красивый порт.